Сегодня у нас среда. Обычно бывает еще больше народу. Но сегодня же очень скользко, и не все пожилые просто пошли пешком или на велосипеде не поехали. А так было бы еще много народу. Все стараются закупиться именно по средам, чтобы хватило продуктов на неделю. Не каждый же поедет рисковать на велосипеде в такую погоду. Соответственно, пешком не пошли. Это очень опасно. Участок вот этот здесь складывался. Вон большой участок. Купили половину. Мы построили уже дом, где-то быстро. Ты же помнишь, мы проходили по улице? Было объявление? Не было, когда я здесь была в последний раз. Я его еще показывала на видео. Что дается участок. Подошла, показала. Ну, кто-то вот купил уже половину. Да у нас в Приморске начал очень быстро застраиваться. Улицы, которые там вот на окраинах вообще просто все скупили, либо продают и все строят, строят. В ближайшие несколько лет, я думаю, новые улицы появятся, именно где дома стоят. Ну, если хорошее место, так люди и едут сюда. Плохое место люди не будут массово переезжать. Не одни мы сегодня были в магазине. Папа тоже после работы решил заехать, что-то там докупить. И хочет сейчас показать вам. После работы заехал сначала в Озон. Я выписал для машины вот такие щетки. Ну, эти стеклочистители, щетки. Вот. Вот такие. Это хорошие щетки, дорогие. Но все сезонные, как считается. Вот такая одна щетка. У меня разных они размеров. И вот такая щетка. Вот они. Сейчас могу достать, показать. Это вот самая большая щетка. Вот. Такие вот щетки. Они разные, что ли? Ну, вот там большая, маленькая, да. Это хорошие щетки. Я по отзывам читал. Вот это как хорошие. Вот такие щетки взял. Выкупил. Вернее, не выкупил, а забрал. Через Озон я сейчас все выписываю. Вообще хорошо. Вот. Потом заехал по магазинам за продуктами. Купил вот таких яблочек. Вот, видите. Это же еще с листочком. Вот. Яблочек купил. Потом я заехал еще купил, решил сегодня пожарить шашлык на мангале. Вот. И купил первый раз в жизни готовый шашлык уже сделанный. Только жарь. Ни разу не покупал, но мне посоветовали, сказали, очень вкусный шашлык. Вот. Купил. Нас четверо. Купил 16 кусочков. Каждому по 4. Но кусочки большие. Тут и навес хороший такой. Вот. Там же купил еще вот такое сало. Оно как сделано, закручено вот веревочкой. Вот такое сальце. Тоже попробуем. Сделаем печенку еще с салом. Вот. Это соленое. Там было копченое, но я решил взять соленое. Ну-ка понюхаем. Ой, как вкусно пахнет. Вот. Потом все. Это вот сегодня будем все делать. Так. Потом еще заехал в бумагу туалетную. Зашел в магазины. Вся бумага разобрана. Не знаю почему. Вот. Кое-как выбрал. Вот. Купил такие 8 рулончиков. Ну, как упаковочка. Вот эта мягкая бумажка. Трехслойная. 8 рулонов. Вот такая магнитовская. Ну, посмотрим, что за бумага. Вот. Ну, выбора вообще нет. Разобрали. Не знаю, как будто это. Батончик купил. Юбилейный. Это, наверное, для... На гренке. На гренке. Для гренок. Так. Дальше. Вот такой таманский хлебушек купил белый. Вот. Пышный. Это так в тамане делают. Вот. Потом купил. Мы всегда раньше вот такой хлеб нам нравился. Он называется хлеб кубанский казачий. Вот такой тоже нарезанный уже. Ну, как темный хлеб. Чтобы на все выходные нам платила продуктов. И купил бананчики побольше. Вот. У меня обезьянки любят бананчики. И я сам люблю. Вот. Купил их 8 штучек. Вот такие. О. Обезьянки хоть порадуются. Ну, и все. Вот. Такие продукты сегодня я приобрел. На выходные. Будем жарить шашлык сегодня. На ярмарке мама купила вот такую вот сгущенку. Рогачевская, белорусская. И на данный момент, вот уже путем проб и ошибок, покупала очень много разных фирм. Вот. Единственная в России, которая нормальная есть, которая очень вкусная, это, которая делается в Белоруссии. Еще все по ГОСТу. А все остальные, которые у нас делают, делают они вообще ни о чем. Вот это самое классное. Это вот мой личный совет для тех, кто любит сгущенку, брать только такую. Даже кореновская не настолько вкусная, как рогачевская. Белорусы еще умеют делать. У них пока следят за качеством. Поэтому вот единственный вариант остался. 104 рубля она стоит. Ну, 104. А, так у вас она еще дешево стоит. 104. В Питере она гораздо дороже. Ее раскупают сразу. Сейчас решили сделать уборку. Телесо, что собачка в дом заходит и крошки, знаете, подсапливают. Идем сейчас в подвал. Мама попросила кое-что взять и еще баночки унести. Мне почему-то всегда нравится запах подвала у нас. Такой земляной запах. Кстати, спрашивали такой вопрос. Интересно было людям, протекает ли у нас подвал? Есть ли у нас сыра здесь? Здесь нету сыра. Вообще сухо. Сухой у нас подвал. Да, у нас хороший сухой подвал, да. Лимончелло называется. Такой слабенький женский напиток. Лимончелло. Называется хреновуха. Хреновуха. Настойка хреновая, в смысле. О, открыл, даже сразу запахло хреном. Хорошая. Для здоровья такую. Есть еще гранатовая настойка. Вот она такая цветом, красивая. Сейчас мы берем, мама попросила сок. Сок берем, да. Набираем какой-нибудь. Так, давай вот этот наряд, да, который так вот. Там все равно сбалтывать. Вот, сок берем. Вот он такой томатный сок. Домашний, самодельный. Огурцы для зимнего салата, да. Можно, которые крупные. Да, можно, которые крупные. Сейчас, подожди, может, у нее дата где-то есть. Нет, даты нет, да. Ну, тоже, по-игде, крупные, да. Здесь мелкие. Вот есть вот такие, мне кажется. Вот я, да, вот их, наверное, лучше. Вот такие, наверное, возьмем. А там с перчиком, ой, какие. На салатик хорошо. Вот, я ставил виски, делал. Поставил их в трехлитровой банке 6.09.2021 года. Вот, там с дубовыми палочками. Вот, по идее, это должно очень вкусно получиться. Вот, наверное, я налью сейчас для пробы. Так, что это у нас? Виски. Вот, бутылочка есть из-под виски, как раз написано. Ну, я вам сам писал. Да, пахнут виски. Но это сейчас будет, настоялось оно у меня. 6.09, это еще 9 месяц. Какой у нас? Это сентябрь. В сентябре, ничего себе. Полгода. Полгода, вот это да. Это на дубовых палочках. Ой, запах. Ну, ладно, еще напробую. Сделаем. Сегодня под шашлычок, да? Ну, да. Посмотрим, что у меня с дубовыми палочками получилось. По идее, это должно как в дубовой бочке. Вот, вкус сразу должен измениться. Я вот специально не открывал. Сегодня решил открыть. Есть еще в дубовых бочках. Ну, там уже у нас выдержка идет. Так, тут светлана выплачивать. Да. У меня вот еще. Ну, это давай мы уже в следующий раз делаем обзор. Когда люди попросят, вот мы сделаем полный обзор подвала. Да. Если, пусть пишут, если захотят полный обзор подвала, и все расскажу. Да, прям от и до, да. Да. Когда, что ставил, из чего, как делал. Ну, у меня все свое. Домашний, сам делал. Не покупное. Все с самогона, в общем. И вино самодельное. Так что, если вам интересно, пишите комментарии. Вот наберется много комментариев, мы бы создадим отдельный ролик с обзором нашего подвала. Пишите. Конечно, это интересно. Открыла сейчас упаковку с кофем, и у меня кофе стало высыпаться. Раз. Я раз смотрю, ну как так? Ну, кофе высыпается. Такого никогда не было, чтобы я покупала упаковку, и кофе высыпалось. Там дырка. И оказалось... Дырка, куда палец влазит целый. Это что, поди... Могли... Это, о. Видишь, что кофе высыпается. Мы любим кофе, вот именно варить. Я вот сейчас решила, думаю, надо кофе намолоть, чтобы сварить кофе. Ну вот. Расстроилась, конечно. Ну как так? Ну вот проверять, что-то на все в магазинах. Видишь, как едет, да? Ну да. Ну, я никак не ожидала просто. Ну, видишь, вещь дорогая. Кофе же дорогое, покупаем. И, конечно, люди такие. Ну, вот такие. С этого маленько цепи, с другого цепи, вот тебе и это. Упаковка целая, да? Да, упаковка целая. Маленько распечатали, и все. Оцепали и... Угу. Прималовала. Ну все, будем кофе варить. Мама режет лук. Они любят как? Маринованный? Ну да. Для шашлыка. Я лук не ем, вот сразу говорю. Нет, это не к ш... Это получается к шашлыку. Ну, к шашлыкам. То есть его маринуют и в уксусе, и потом кушают, когда смаринуются. Я говорю, я лук вообще не люблю. Это категорически не мой продукт, но вот родители любят, поэтому делают. Ему нужно на сколько времени настояться, чтобы он уже... Да, за 30 минут он уже будет готов. Он быстро делается. Ой, какая вреднючая. Ой, собака. Давай. Прощай. Давай. Это я на нем утоню, и это верхняя часть. Ну так, да. В общем, будем жарить шашлыки. Погода хорошая, ветра практически нет. И папа инициировал вот такую вот затею. Почему нет? Хотели сначала день рождения мамы сделать, потому что там через несколько дней буквально будет день рождения, но посмотрели погоду. И что вы думаете? Там будет такая метель, пурга, ветер сильный. Поэтому думаем, ладно, сделаем сегодня. Так, сейчас будем поджигать. Наливаем самогон для розжига. КОНЕЦ Большой, конечно, положил, но она прогорит. Ее можно в сторонку убрать и уже можно заорить. Уже угольки хорошие. Видишь, может это нормально. Это вот такие шашлыки, покупные, продаются. Там еще лук, что ли? Конечно, обязательно. Кто в магазине хороший, себя вкусит. Вот сколько берем, и никогда ведь не было такого, чтобы мясо было не вкусное, себя хорошее. Мясо мы покупали в этом магазине, которое сегодня вообще мне понравилось. Такое прямо это хорошее мяско-то. Ты видишь, не все же могут, например, и поэтому все сразу берут готовое. А маринат какой там у них? Не знаю, я не спрошу. А что не спросил? Нам просто интересоваться. Да, кстати, скажет Ирина, это же секрет фирмы. Хотя нет, название хотя бы. Ну как, попробуешь и узнаешь. Ну, по идее, у них там столько приправов, вся мсистая вся. Сколько цена стоит за килограмм? 325. Ну, в принципе, нормально. Так, слушай, так это нормально. За такие деньги-то там у тебя вырезка. Так у тебя такие куски хорошие. 325 готовое. Знаешь, почему они, наверное, нарезают какие-то места? Ниже, ну, как-то это... Поэтому... Ну, в общем, ладно. Самое главное, что люди покупают, поэтому они... 325 это не дорого. Там огонь пока. Вот так уберем. Во! Сейчас, блин, ну, жару дадим маленько. Надо убрать. Улег. Все-таки вот этот. Опа, тихо. Вот так вот. Вот. Сейчас все собачки движутся сюда. Помимо шашлыка решили еще сделать печенку, печеную картошку. Углей много, так что получится хорошее. Всегда стараемся делать еще и картошечку. Я думаю, после просмотра такого видео многие захотят и делать шашлык. Ну, все. Будем ждать и нам приятного аппетита. Можно было бы, конечно, и на улице кушать шашлык, но вечереет и холодает. Поэтому уже будем шашлык есть дома. А то мы тут околеем. Когда ты подходишь к мангалу, конечно, тепло. Угли гореют. Ну, а так холодно уже. Вот так вот завершается наш день. По-моему, неплохо. Пока. 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 Пока.